К нашему эфиру присоединяется российский оппозиционер, публицист и математик Андрей Пянтковский. Андрей Андреевич, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, Владимир. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, к чему бы этот визит Синь Цзиньпиня в Казахстан? Ну, вы только что привели к ключевую цитату, но это такая сознательная, демонстративная пощечина, нанесенная Путину, которая все еще продолжает вместе с российской, так называемой, политической элитой претендовать на какое-то возрождение Большого Советского Союза, на зону исключительных переигранных интересов России, доминирования и так далее, и так далее. Вот на Россию вынужден был четко обозначить здесь свою позицию. И это в преддверии саммита ШОС, да, потому что дальше Синь Цзиньпин встречался с Путиным. А там последовала еще вторая пощечина. Он выразил озабоченность Путинским поведением в Украине, и Путин униженно, публично, перед камерами что-то там лепетал, что мы понимаем ваши озабоченности, мы вам сейчас все объясним, товарищ Си. Ну, видимо, ничего не объяснил. Товарищ Си, как великий вождь, удалился где-то там в свои покои в резиденции, а всю эту постсоветскую шушу собрал, видимо, для инструктажа Эрдоган. Вы помните, наверное, вся Украина видела этот замечательный сюжет, как Эрдоган сидит вокруг стола, окруженный постсоветскими вассалами, и там где-то на дальнем плане, зажатый между такими очень внушительными Рахмоновым и Лукашенко, какой-то маленький человечек на краешке диванчика, чем-то напоминающий грозного Путина. Да, действительно. Кстати, это же был не просто так жест. Дело в том, что несколько раз уже были такие дипломатические демарши, когда принимающая сторона садила на некие поверхности ниже тех людей, которых хотела отчитать или которым хотела указать на их место. Как раз Эрдоган сидел на высоком стуле, а Путин на низком диванчике. Это о многом говорит? Ощи где-то там уже парил в облаках, понимаете? Так что вся эта иерархия... Давайте посмотрим эту фотографию, Андрей Андреевич, если вы не против, вы просто о ней как раз рассказываете, она требует отдельного внимания. Она поразительная, она просто поразительная. Вот у нас Эрдоган, да. На Востоке вот этот body language, так называемый, ритуалы, протоколы, это же ему придается колоссальное значение. Ну, кстати, и вот эти постсоветские, это диктаторишки мелкие, они тоже о намстили Великому Пу. Ведь и киргизские, и таджийские премьеры, или президенты, там что-то как они называются, заставляли его ждать на двухсторонних встречах, нервно рассказывая по коридору. Это раньше он, покойную Завету, с которой прощается сейчас весь мир, заставил ждать 40 минут у Генгенского дворца, а папу там два часа. Ну вот, а сейчас ему показывают. Андрей Андреевич, на что это указывает? О чем это говорит в первую очередь? А это говорит, ему просто возвращает его фразу, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Садись по центру, моя красавица, да? Нет, это результат, на Востоке все это мгновенно. Это все сделали сбройные силы Украины. Совершенно иначе относятся. Там большинство из них диктаторы, так что там не удивишь какими-то преступлениями. По-разному относятся к диктаторам-победителям и диктаторам-побежденным. У Путина был жалкий вид побитой собаки. А его пресс-конференция перед российскими журналистами, где он, с одной стороны, жалко пытался грозить Украине в обычном своем ключе. Это только начало, это только предупреждение. Да мы еще не начинали и так далее. А в то же время лепетать о том, что мы хотим переговоров, мира, отвечая там моде. Мне кажется, я не знаю, вернулся ли он уже в Москву или в Сочи, или сегодня и завтра, очень тяжелое объяснение ему предстоит с бункером. И ожидание тоже, пропаганды было, он чуть ли не вернется оттуда с миллионом китайских добровольцев, с которыми пойдет походом на Львов и Варшаву. Андрей Андреевич, вот вы как раз сказали про цели, про то, как Путин оправдывается. И вот в Пентагоне считают, что Путин все-таки скорректировал свои реальные цели спецоперации, она же война по поводу Украины из-за удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине в первую очередь. И директор разведки говорит как раз об этом, Министерство обороны США Скотт Берриер. Он говорит, что из-за этих неудач как раз Путин скорректировал свои цели. И сейчас мы подходим к точке, это я его цитирую, когда по моему мнению, говорит об этом Берриер, Путину придется пересмотреть, какие его реальные цели. Мы, Андрей Андреевич, конечно, слышали, что Путин уже сакцентировался конкретно на, якобы берем в кавычки, освобождении Донбасса. Как вы считаете, Путин скорректировал свои цели действительно, реально, или он по-прежнему находится в той созданной им парадигме, что ему удастся зафиксировать какие-то территории из-за Российской Федерации? А, ну вот, даже вот эта ваша форма уже показывает, насколько он изменил свои цели. Первоначально это были не зафиксировать какие-то территории, а поглотить, подчинить себе Украину целиком. Ну вот, вся его деятельность последние 2-3 месяца, она показывает, что он отчаянно пытается через всяких посредников, сначала там Макрона и Шонсовича, и Эрдогана, которому, кстати, заплатил за это громадную геополитическую цену, продал там Армению, сдал Сирию и Ливию, чтобы тот что-то добился бы. Ему хочется каких-то переговоров, чтобы убедить украинские власти подписать соглашение о прекращении огня, хотя бы временно фиксирующие за ним какие-то новые территории. Но вот это он же понял, а вот понял ли он, что это невозможно, мне трудно сказать. Но в процессе, наверное. Но зато понял, мне кажется, его окружение. Вот я еще раз повторю, еще больше моих источников в Москве все более настойчиво повторяют, что серьезно обсуждается чекистской верхушкой в бункере. Могу назвать сегодня та же фамилию. По институте выдвигает эту идею Ковальчук. Ну, это единственный человек, на которого Путин там смотрел как бы снизу вверх. Такой глава идеологической этой чекистской мафии. Конечно, ненавистник Украины и основной идеолог войны. Но сейчас он хочет, предлагал вариант, ну, как бы наиболее мягкий для Путина, спасающий Путина. Следующий. Объявляется, что Путин заболел. Заболел. Ну, и на время его болезни, его полномочия временно передаются коллективному органу Совету Безопасности. Вот эта версия становится все более такой доминирующей. И я думаю, что завтра, когда Путин вернется из Самарканда, абсолютно, извините меня за мой французский обосранным, она будет очень серьезной на повестке дня. Андрей Андреевич, издание «Медуза» сообщает, ссылая на свои источники, что если раньше Сергей Кириенко, ну, который является, если не ошибаюсь, зам главы администрации президента Путина, он фактически виделся со своим патроном исключительно по вопросу подготовки референдумов. Сейчас потерялась эта тема из актуальности, потому что непонятно, что делать после конторноступления ВСУ с временно оккупированными территориями абсолютно в администрации. И более того, «Медуза» сообщает, что у политтехнологов, которые как раз эту тему и раздували, и рассказывали через какие лучшие месседжи, и какие лжепропагандистские тезисы заходить с этими псевдореферендумами, заморозились контракты с этими компаниями, которые обслуживают Кремль, заморозились до весны. То есть якобы зимой Кремль не собирается проводить никакие референдумы, по крайней мере, исходя из этого. Что об этом скажете? Они действительно не понимают, что делать? Нет, ну это ясно, что провалилось. Так же, как в первую неделю войны было ясно, что провалился план Путина, и Россия никогда не держит победу, то после Харьковского наступления и последних событий, но всем становится ясным, что Россия никогда не достигнет так называемой ничьей, то есть фиксации каких-то территориальных новых захватов. Более того, ей придется все отдавать. И я, если это понял товарищ Ковальчук, то это поняло весь этот орден меченосцев, чекистское руководство. И сейчас они думают уже не столько об уничтожении Украины, но мне ставят более актуальные для них задачи, как при поражении страны сохранить свою власть и свою громадную собственность. Вот над этими вариантами они сейчас работают. Андрей Андреевич, на фоне значительных успехов вооруженных сил Украины в контрнаступлении, видимо, даже в Кремле прекрасно понимают пагубное влияние этого контрнаступления, деоккупации на путинский режим, поэтому прокремлевские пропагандисты вновь начали говорить о ядерном оружии, упоминая, что возможно его применение в случае серьезной угрозы для Российской Федерации. Так вот, Джо Байден ответил на эти угрозы в интервью телеканалу CBS. Он заявил следующее. Не делайте этого, не делайте, не делайте. Это изменит гримасу войны в Украине на что-то, чего не было со времен Второй мировой. Это будет иметь последствия. Они, имея в виду Путина и его прихвостней, станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ. Почему вновь в Соединенных Штатах возвращаются к вопросу о контратаке, то есть об ответных действиях в случае ядерной атаки? Ну, прежде всего я вам скажу, вот эта цитата ваша, это из завтрашнего передачи CBS, воскресная такая парадная передача «60 минут с президентом», большое 6-минутное интервью. Но американцы придают ему такое значение, что вот этот кусок ответа на вопрос о возможном ядерном оружии уже распространяется по всему миру. Но именно потому, это реакция на то, то, что вы сначала процитировали там с «Медузы», такие разговоры появились, видимо, в Кремле. Но я вам скажу, это заявление Байдена громадное значение имеет, ну, потому что впервые это делает президент Соединенных Штатов. Раньше подобные предупреждения Москвы были доведены дважды по военной линии. Генерал Милли сообщил это Герасимову, а генерал Остин, министр обороны Шойгу, соответственно, своим контрапатам. Ведь очень долгое время кремлевские стратегии исходили из так называемой доктрины Путина-Патруша. Да, мы слабее НАТО на конвенциональном уровне, но когда мы будем проигрывать, мы приявим ультиматум или капитулируете и убираетесь, или мы применим ядерное оружие. И они почему-то считали, что Запад испугается и отступит. Так вот, им разъяснили очень предметно. Нет, не испугается, нет, не отступит. Мы ответим тактическим ядерным оружием, которое нанесет соглашительный ущерб России, в том числе и по Путину. Ему было прямо сказано, что его просто убьют в этом случае. И Джонсон, Борис Джонсон первым поднял эту тему, если помните, в марте. Еще раньше американцев он сказал, что в Великобритании ядерное оружие, и мы не останемся равнодушными к возможному применению в Украине русскими. Но то, что Байден, это ставит точку в этой дискуссии о ядерном оружии, и, видимо, это реакция на какие-то появившиеся новые попознавения. Но я думаю, что скорее это были угрозы пропагандистов. Серьезные люди, включая все военно-политическое руководство, давно поняли, что это их карта бита. Шантаж, он хорошо работает, когда это шантаж, но когда нужно предъявлять карты, то это уже очень поздно, и им твердо заметили, объяснили, какая будет реакция. Тема с ядерным оружием можно забыть. Ну да, и ответ был президента как раз на этот счет. Он сказал, Владимир Зеленский, что не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить ее угрозы. То есть даже угрозы, а не саму остановку войны на условиях России, за словом переговоров. Если цитировать Зеленского, он даже больше сказал, что договорился с Россией как раз из-за страха начать Третью мировую войну, это и есть начало Третьей мировой войны. То есть это, в принципе, подталкивание к ее началу. Вот эти разговоры не провоцируете Путина, они именно и провоцировали Путина в течение 15 лет. Наконец Запад это понял. Вот уровень Байдена – это последняя точка, которую нужно здесь было поставить. Кстати, Андрей Андреевич, вы думаете, что поняли, да, все-таки? Потому что это действительно такой дискуссионный вопрос. Несколько этапов было. То Украине сопереживали как жертве, то Украина стала популярной за счет того, что остановила наступление по всем фронтам и держала оборону. Потом Украина перешла в контрнаступление. Теперь уже на стороне Украины действительно даже самые ярые скептики всей этой войны, которые самые разные мнения заявляли. Вы видите, что действительно так вот единогласно сейчас Запад ведет? Или есть все-таки люди или страны, которые... Ну, есть прямые агенты Кремля. Они остались, они всегда будут повторять. Но вот полезный буржуазный идиот, понимаете? Вот в антикорринском хоре всегда было процентов 10 агентов Кремля и процентов 90 полезных буржуазных идиотов. Так вот полезные буржуазные идиоты наконец все поняли. И здесь тоже решающая роль в объяснении это вооруженные силы Украины. Самый последний бастион кремлевской пропаганды был следующий. Да, конечно, Украина – жертва, это агрессия, это безобразие, это что русские дела. Но давайте будем реалистами. Украина ведь никогда не сможет победить Россию. Поэтому не надо им поставлять оружие. Это только продолжает войну, продолжает агонии, продолжает страдания украинского народа. Вот эти из гуманистических соображений нужно немедленно заключить перемирие. Вот. Это уже никто не повторяет сегодня. Ну, кроме тех людей, у которых на лбу написано «я агент КГБ», как там Дмитрий Саймс, например, или по... Андрей Андреевич, ну, судя по всему, даже президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможные в дальнейшем контакты с российской стороной относительно временно оккупированных украинских территорий. Так, в интервью Reuters Зеленский заявил следующее. Он отвечал на вопрос, в состоянии ли Украину вернуть Крым. Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение. Как вы считаете, насколько подобный вариант развития событий возможен? Ну, он сейчас... Это доминирующий, это не сегодняшнее откровение Зеленского. Это позиция, консолидированная Запада, включающая Украину, уже в течение нескольких месяцев. Ну вот, после провала после провала, после провала эти миссии Макрона и Кольца в Киев, общая позиция следующая, что переговоры с Российской Федерацией могут начаться только после безоговорочного отвода российских войск на линию 22 февраля. А предметом этих переговоров будет полное восстановление территориальной ценности Украины мирным путем. Мне кажется, сегодня Зеленский ничего нового в этом плане не сказал. Понятно. Спасибо вам огромное, Андрей Андреевич. Андрей Андреевич Пянтковский, российский оппозиционер, математик, публицист, был на канале Freedom.